МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да и места маловато. Между тем, после сокращения отделений по программе модернизации здравоохранения в больнице освободился ряд помещений. Я пришел с просьбой помочь отремонтировать помещение для скорой помощи, потому что старое помещение нас не удовлетворяет. И тесно, и нуждается в ремонте, в общем, некомфортно работникам. В освободившемся и пустующем сегодня инфекционном отделении для врачей скорой помощи есть все условия. Олег Бричак с проблемами районных больниц хорошо знаком. И тяжелое положение Пыталовской для него не новость. Мы будем пытаться влиять на получение, на выделение бюджетных средств на реконструкцию больницы. Мы будем контролировать данный вопрос. Особенно нас беспокоит количество машин скорой помощи в районе и количество квалифицированного медицинского персонала. Вот это больные вопросы. И также, конечно, вообще то помещение, в котором сейчас располагается скорая медицинская помощь, это, конечно, просто тихий ужас. Мы не оставим этот вопрос без внимания и будем всячески его решать. Решение многих вопросов на местах упирается в отсутствие финансовых средств. Для главы Гавровской волости таким стал ремонт Дома культуры. Наша Гавровская волость самая большая в районе. У нас население 1740 человек. Поэтому там все собираются люди, проводим праздники, ветераны собираются, проводим всякие мероприятия, все приходят дети. И поэтому очень нужна молодежь, и поэтому очень нужно это здание. Потому что без Дома культуры, да, очаг культуры на селе. Поэтому без него никак нельзя. Люди идут в общественные приемные Олега Бричака и с вопросами частного характера и касающиеся всего района. Отсутствие постоянного жилья для погорельцев, проблемы ЖКХ и многие другие. Дать ответы сразу на все не всегда возможно. Главное наметить пути решения. Пенсионерка Ольга Петровна Помухина уже много лет поет в Островском хоре ветеранов войны и труда. Коллектив небольшой, чуть больше 20 человек. Выступает на различных городских мероприятиях. Хотели бы, чтобы на нас побольше обратили внимание, чтобы нам, конечно, побольше давали транспорта, и чтобы мы могли побольше участвовать в концертах, лидить хотя бы по району. Тут решение, оно родилось само собой. В Пскове есть клуб ветеранов педагогического труда. Это настолько приятные, инициативные люди. Мы приняли решение познакомить ветеранов Острова с ветеранами Пскова и создать какой-то совместный клуб. И, по крайней мере, чтобы они как-то могли общаться. Мы обеспечим доставку, мы обеспечим финансовую сторону вопроса каких-то мероприятий, для того, чтобы наши пенсионеры, наши ветераны чувствовали заботу нашего поколения. Каждый вопрос, который сегодня был озвучен гражданами нашей области, будет изучен и рассмотрен самым пристальным вниманием. И мы не просто напишем какое-то письмо, допустим, главе района, и глава района будет думать, что никто не будет отслеживать ход этого письма. Мы непосредственно будем не только заниматься какой-то критикой и ставить вопросы, мы еще будем предлагать варианты решения вопросов, которые мы ставим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!